аванрейт аванрейт f400 фортуна привет друзья мы тут туда мантру наговариваем новую новую для российского рынка новый бренд новое хотя для дальнего востока вообще не новая концепция марат ахмедов вы его знаете эта компания водник владивосток мы здесь который день с маратом тестируем в море в морских условиях разные лодки но вот такая как сейчас таких еще не было я думаю да это идеал для морской рыбалки для открытого моря это 12 метров 3 метра ширины 600 сил 1400 литров бак и ну вот пока что мне удалось протестить 42 узла хода то есть это под 80 метров в час причем как по гладкой воде так и по волне как с полным баком как и полным бак так и с пустым практически да никак не изменилось не изменились ходовые качества колоссальное количество продольных риданов это наверное как ты любишь говорить шоу-стоппер на воде остров бот-шоу 2024 все кто понимает что такое морская рыбалка рыбалка на тунца рыбалка на большую рыбу к нам даже прилетали сахалина и вы видели все эти видео сахалина что там реально ловится тунец в больших количествах так же как и у нас они все приехали посмотреть этот катер на ближайших соревнованиях это будет надеюсь будет победитель допинг да это будет будет допинг для того чтобы победить в этих соревнованиях причем легальный которые вы можете заполучить и доступный достаточно доступной по цене это аванрейт f400 фортуна 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 это удача потому как удача и тунец в итоге большие трофеи и я думаю в совсем ближайшее время сезон тунца буквально через наверное месяц мы затестим его и будем гнаться за трофеями будете опрашивать мнение тунца нравится вам как вам для вас специально лодку вот даже названа фортуна 12 метров для частного рыболова довольно довольно накладненько получается еще и 1400 литров бак сколько одна заправка вылезет это должно быть это должно как-то наверное компенсироваться кроме удовольствия честно да многие смотрели его именно под коммерческую рыбалку на большую рыбу это выход в открытое море на качественную дорогую рыбалку где этот катер будет показывать себя с наилучшей стороны а что значит коммерческая это значит ты ловишь на продажу или что или ты как гид кого-то да скорее всего больше как гид то есть ты сажаешь сюда много людей куча вот этого вашего хитроумного оборудована оборудование снаряжения снастей да это все те фильмы по нашим джер график где мы смотрели как ловят большого тунца и в принципе сейчас это становится доступным если у вас даже нету катера вы сможете с легкостью взять в тур с уклоном на ловлю тунца и поймать свой трофей за тунцом надо ведь далеко ходить я так понимаю это не не прибрежная рыба это как раз такие вот дальняя рыбалка открытое море и 12 метров нам в этом как нельзя кстати помимо ходовых качеств у нас еще вместимость катера да то есть спокойно вместе со шесть рыбаков снасти это чисто под рыбалку ну а мест для ловли то есть это открытый бак для кастинга это большая корма для троллинга ну почти почти закончился дождик я парад пообещал что он закончился а нет это ваша ваша природа здесь такая нормальная погода не смущает у нас есть кабина у нас есть каюта до травленая рубка кабина дворники все подготовлено для нашей погоды ну и вот сейчас мы находимся в коппите достаточно большой здесь у нас по центру монтирован огромный бак 1400 литров здесь у нас аккумуляторы справа свободного назначения рундук еще чуть-чуть да здесь у нас кранцы я видел как как марат их туда закидывал просто здесь у нас два огромных бака причем они изолированные по желанию здесь мы видим кстати ли было жесткости продольная стринга мы можем сделать бак типа лайфлэл это для живой рыбы даже тунец по месяц тунец по месяц какого размера как как показывают там это глаз это только глаз мне тоже кажется да и вот так то на картинках я видел все баки изолированные все вам дути два больших вот снаружи можно посмотреть с каждой зоны по два больших отверстия порядка 50 миллиметров отлива защищены они нержавеющей сеткой но это чтобы чтобы мелкий тунец не просачивался и не ударил да то есть когда мы будем сдавать кормой назад при попадании даже воды в кокпит она будет быстро уходить есть калитка которая открывается для выхода на корму ну покажи как здесь собственно вот смотрите как сделаны рейлинги и также есть безопасные рейлинги для выуживания большой рыбы и даже есть в имплатформы небольшие поток два двигателя suzuki df 300 apx абсолютно новых белых мощных 300 сильных в совокупности 600 которые разгоняют катер до 42 узлов пока у нас сепараторы вот так у нас пока они вынесены наружу это мы его только получили на выставку за день до выставки оперативно его собрали механики пока снаружи все установили для ходить можно в смысле ходить можно но эстетики пока лоско не мы пока без эстетики пока чисто для тестов скоростных и визуальных наши с тобой вот еще отличительная особенность это высокий борт в кокпите плюс дополнительный рейлинг то здесь наверно метр высоты возможность установки дополнительного оборудования как на рейлинг так и при его демонтаже на палубу оба что это вообще-то плюс плюс и минус плюс и минус плюс и минус до для электрокатушек и все плюсы и минусы этой лодки в одном под одной крышечкой собрались сюда можно установить второй пост управление для швартовки либо для рыбалки удобно ну и огромные проходы слева и справа не надо боком протискиваться все можно прямо против ширину по этой лодке бегали детишки на выставке и не только решили владивостокские это примерно как владивостокские взрослые вообще без башни но в этой лодке им действительно безопасно было находиться потому что куда ты денешься отсюда даже теплый взрослый скажем так никуда не денется не выпадет потому что смотрите лира по всему миру и катера да у нас высокий рейлинг от самой кормы до носа причем на носу есть вот такая отдельная платформа то есть мы здесь можем спокойно работать в кастинг это в заброс там в любые виды рыбалки и еще дополнительно подняться сюда на такой интегрированный буш прида и здесь осуществлять в том числе кастинг не мешая группе людей там то есть кастинг 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 чешский кастинг что за кастинг кастинг это вид вид ловли рыбы когда мы работаем заброс с носа обычно это залетаем в котел залетаем в котел погнали он на местном языке разговаривает да и там мы кидаем заброс нет роллингом ловим выуживаю рыбу а именно в кастинг но это такая одна из самых наверное азартных активных до видов рыбалки которая наверно максимально ценится среди профессионалов здесь есть большой якорный якорный ящик да он действительно большой и также есть свободного назначения рундук в носу считаю не самых маленьких размеров очень даже вместительный с мощными отливами причем смотрите как система ирригации организована отсюда до а папа папа папы туда пошло небольшой люк для вентиляции основной рубки и под нами находится большая каюта одна из полутора наверно из да у нас основная каюта это носовая и также есть спальник под основной рубкой ну либо спальник либо место для хранения снастей еще не в траулинг рубка и очертания лодки так японцы делают да да очень похоже на японцев потому что японцы наверно одна из лидирующих наций в ловле тунца и поэтому черпана это в том числе и от них быстро и далеко очень высокий нос очень большое в телеват и все что быстро и далеко это большая волна поэтому нам чтобы с комфортом туда переместиться и там начать эту игру и груда нам необходимо большая в много ряданов хорошие отводы волны вот и на этом корпусе это все воплощено ну и плюс большой запас топлива из всех категор это самый большой запас топлива он с собой уже изначально много тащит мало того что 1400 литров у него еще и утяжеление и для те кто понимает что такое большая до волна у него еще есть балласт который позволяет ему лучше резать волну потому как чем тяжелее и чем длиннее катер тем он лучше показывает характеристики на волне но можно убрать можно убрать но не убираю но вот все кто смотрел его и планировал эксплуатацию под тунца они сказали не это прям классно оставляем только так японская лодка в таком размере это вряд ли у японцев практически нет такого размера рыбаков на подвесниках то есть если это подвесники и рыбак это где-то 7 максимум 8 метров если это уже больше размер то они уходят там условно в люкс и там уже не рыбак скорее всего будет стоять стационар поэтому ну такой относительно необычная скажем так компоновка при том что здоровенные боковые проходы но бокового входа входа сбоку нет внутри все довольно простенько мы ребят ребят до подкалывали говорили что они в микроавтобусе едут в газельки поручни есть передайте за проезд и вот это вот все основное место но у нас пока все так аскетично гидравлика штурвал приборы многофункциональные suzuki ручка управления элементы управления двигателем ну и в принципе все дворник для на самом деле он тут мало нужен потому что абсолютно не забрызгает больше от дождя а воды такие волна вот так уходит по сторонам у ребят спрашивали вы пользовались хоть раздворником целый день не раздворник не воспользовались хотя волна была достаточно большая мы носились очень резво мы носились очень здесь кстати вот лючок возьмем до возможность установки люка форточки это базовые да да все в базе причем их две а вот так ну как бы две но но одни но одна да в итоге кто успел тот и открыл то вы и тапки марат рост метр восемьдесят и я стою в полный рост несмотря на то что у нас обитаемый но здесь я стою в полный рост здесь я могу спать спать стою спать стоя да здесь у нас гальюн гальюн опять же в рост как бы я японию не старался притянуть вот здесь японии японии нет в этом месте потому что туалет для нормального рослого европейца вполне подходит и у нас достаточно большой гундук его можно звали я говорю полторы каю самая дальняя крышечка туда самое самое ценное самое до первой необходимости барахло и за ним на четвереньках бегать а под тобой это что такое трансформируется мой да это все убирается и можно все превратить сидячие места мне даже интересно как как этим пользоваться потому что там высота наверное метра полтора до интересное пространство чем тем что при демонтаже вот этих двух сидений мы можем полностью вырезать большой люк он на силиконе сейчас клеим мы его поднимаем и туда можем смонтировать большое объемное оборудование такое как генератор более дополнительный бак для пресной воды отопители все что угодно вот это тоже можно как-то по-другому это же не не отформованная взрослая эта база то есть мы ее можем демонтировать и в перспективе заменить этот модуль на другой типа камбуза либо я думаю мы сейчас проектируем обеденная зона камбуз ну то есть различные виды компоновок перспективе возможно установка более мощных моторов после тестов мы поймем надо ли это пока что запас по мощности достаточно я тут не наблюдаю под рульку пока подгуливаю свойства нету но но там есть тоннель а она без туннеля но в перспективе вреда мы будем врезать туннель потому как достаточно большой корпус и я думаю он будет не лишь и данный при данный здесь мощные четыре штуки да ну в смысле по два с каждой стороны до основных он 4 плюс еще у него по бортам две ступеньки есть и это все но вода создает своеобразную акустическую картину почему-то я думаю что никто не будет на это обращать внимание учитывая цели и задачи этой лодке тебя в сиденье есть амортизатор так точно как офисный стул прикольно без амортизатора скачки по волнам довольно неприятная история рации у нас посыпались ручка храбрости вот так она выполнена и здесь вот есть еще одна 12 метров походка у него такая давим режем и давим на что это похоже в управлении марат ни на что что чувствуется что мы везем с собой полторы тонны но с учетом того что у нас 600 сил на 12 метров ну ускорение прям очень легкая и ну прям такой легкий легкий мореходный но очень за запасливый по объему катер аванрейт f-400 фортуна стоит и вот в этом моменте они скажут ничего потому что мы договорились что вы сами спуститесь найдете ссылочку под видео на лодке катера водник и там как раз будет цена на вот эту уникальную лодку да марат так точно там будут контакты водника контакты марата звоните пишите этот человек на связи будут разные модели в том числе планируемые модели под отдых поэтому заходите наш сайт проверяйте модели которые мы везем которые уже в наличии которые будут которые в пути поэтому много интересного все ребята пока мы идем на волну сейчас будет весело сейчас будет весело у нас каждый день весело ищите обзоры да мы тут наводники уже по моему корпусов пять отсняли так что есть что посмотреть а в исполнении марата это выглядит особенно особенно жерелище и 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 По-моему, мы летим Не, язык нельзя Оттяпать можно